Следуйте этому пошаговому руководству по установке, чтобы легко установить ваше новое изделие ГРОЭ. В комплект входят следующие компоненты. Для сборки вам потребуются следующие инструменты и принадлежности. Перед демонтажем старого прибора определите, из какой трубы подается горячая вода, из какой холодная и перекройте водоснабжение. Подготовьте детали и инструмент, расположив их вблизи соединений. Изучите инструкции по установке. Обязательно сохраните их после установки. Возьмите смеситель для умывальника и водонепроницаемое уплотнение. Положите уплотнение на умывальник и вставьте шланги в отверстие для смесителя на умывальнике. Расположите кран смесителя так, чтобы водонепроницаемое уплотнение касалось умывальника. Удерживайте смеситель в этом положении. Совет. Используйте шланги, чтобы крепко удерживать смеситель, пока он не будет закреплен. Возьмите крепежную скобу и ее гайку. Теперь переместите гайку вдоль резьбового стержня, придвинув скобу к смесителю, затем прочно затяните гайку. Отпустите смеситель, который теперь зафиксирован, и проверьте правильность его расположения. Для необходимости отрегулируйте его. Удерживайте смеситель для умывальника и с помощью 13-мм торцевого ключа затяните гайку без чрезмерного усилия, чтобы не повредить керамику. Донный клапан Для водонепроницаемости нанесите герметик или силикон вокруг внешней части клапана, затем вставьте его в сливное отверстие умывальника. Возьмите корпус клапана и его уплотнение, установите корпус под сливом. Удерживайте внешнюю часть клапана на месте и закрутите корпус на резьбовой части так, чтобы тяга слива была направлена к тыльной стороне. Проверьте затяжку, чтобы не допустить протечек. Ставьте тягу клапана на тыльную сторону смесителя. Возьмите стержень, закрутите стержень на тягу, возьмите разъем. Ставьте разъем через удлинитель, затем через тягу слива. Проверьте нижние точки оси слива и тяги, затем привинтите разъем с помощью небольшой крестообразной отвертки. Проверьте, нормально ли работает управление донного клапана. Возьмите пробку. Проверьте работу клапана, чтобы убедиться, что пробка полностью закрывает отверстие. Если она не закрывает отверстие, снимите ее и ослабьте винт. С помощью раздвижного гаечного ключа отрегулируйте регулировочный винт, затем затяните контргайку с помощью 10-мм гаечного ключа. Снова убедитесь, что пробка плотно прилегает. С помощью пилы по металлу отрежьте лишнюю часть удлинителя, которая может мешать сливу. Подсоедините слив к сифону. Затем проверьте, правильно ли установлены уплотнения. Затяните вручную. Убедитесь, что в шлангах имеются уплотнения. Если их нет, то установите паранитовые или резиновые уплотнения. Привинтите левый шланг к крану горячей воды, а правый шланг к крану холодной воды. Затяните с помощью 19-мм гаечного ключа с открытым зевом. Убедитесь, что шланги не перекручены и не перегнуты. Подайте в воду на кран смесителя умывальника. Убедитесь в водонепроницаемости всех соединений. Убедитесь, что смеситель работает нормально. Поздравляем! Вы закончили установку Вашего нового изделия ГРОЯ. Обратитесь к другим нашим руководствам по установке и откройте для себя все наши изделия на сайте groya.com.ru Вашего нового изделия ГРОЯ. Продолжение следует... Продолжение следует...